друзья всем привет относительно не так давно мы побывали в городе петербург да он очень красивый он очень завораживает своей красотой архитектурой но больше всего конечно нас поразило то количество число просто несоизмеримая загадок которая мы повстречали там понятное дело что город затоплен так же как и все собственно старые города мира не только наши страны но и мира но еще очень хотелось бы отметить и обратить ваше внимание на тот факт что этот город более всего сохранил в себе архитектуру древних городов то есть он очень сильно похож на города европы которые почему-то которые почему то не были разрушены но есть несколько версий по этому поводу но собственно хотелось бы чтобы вы какие-то свои версии выдвинули быть может даже написали в комментариях смотрим как это было и вот это вот все по официальной версии истории строилась на лошадях наверное там как как это все происходило тогда когда немытая русь тату просто такие вот памятники 1809 год соответственно это чего там на лошадях да по официальной версии истории мы все ездили и вот такие вот вещи строили на думаю что масонский глаз он даже видно что он тут потом появился скорее всего них это рук дело приписывать да ребята нас сильно обману еще один момент себя вот это вот стена почему-то именно вот это вот черная плесень плесень почему-то это такой вопрос риторический на самом деле понятно почему потому что видимо с этой стороны либо волна шла либо ну скорее всего тогда шла волна и мы имеем то что имеем черную стену в плесне вот такое вот сооружение исаакиевский собор есть черный весь в грибке это не глаз уже смотри-ка это ведь не глаз это какой-то крест вот быть может быть может стояли-то кресты а их на глаза поменяли уж больно похож двери двери просто метров сель и икону 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 так воткнули смотрите как нелепо не знаю не в тему она к сожалению не подойти ближе но вот очень видно что в этом месте что-то было теперь все это сбито просто-напросто подчистую вот она исконно наша свастика причем осталась вот только на этой колонии по стаменте на этом со всюду в других мест уже я так понимаю ее просто сняли а вот это вот мегалитическая укладка я так понимаю ну и соответственно глаз да а что мы видели сзади на дверях там не глаз там крест причем крест не христианские конечно же а кельтский но если можно его соотнести вот именно с кельтским ну похож не знаю конечно такое сооружение наши даю стопроцентную гарантию сейчас такое построить нереально кто строил какими технологиями очень интересный предбойник горячий вот он вот он исконный знак который был и заменили его глазом соответственно вот этот вот постумент из цельного камня сделан просто обратите внимание вот здесь сейчас приближу ну просто как как это все возможно из цельного камня сделать вот эти все складки ну ладно возможно допустим с использованием супертехнологий но тогда же их не было по официальной версии стойкостью и вот эти вот двери метров 7 для кого-то аналогично архитектурное дворяне скульптура гениальная просто кто как почему зачем секреты секрет и крест видимо еще не успели сменить и просто высота дверей фишка такая она была у всех строителей до уровня и вот обратите внимание ты ты глаз ты ты глаз и как эти иконы они не посморкнутся или дальше и всюду и всюду такая картина Вот это вот из цельного гранита выпилено, и таких просто, и таких колонок за потолок просто поражает. Это же, это как они его там делали просто. Вы видите, что потолок, он вырезан, внутри вырезано все. Какой друг, какой он, какой-то он, какие-лик он. И там что-то? Нет, там нарисовано, да? Сейчас нарисовано. И гордость берет, и такое зачарование. А грусть-то какая, да? Что же говорят в нашем мире? Взяли, переписали всю историю, понаделали всяких икон, понавешали глаз, понакорячили сюда. Конечно, да, сооружение просто монументальное. Интересные какие звезды. Солнышко? Очень похоже. Просто она, она вот до зеркального блеска отшлифована. Из цельного, я не знаю, что это мрамон, гранит или что-то, не знаю. Но камень. И вот они много где промахнулись, конечно, да, еще не убрали. Но, видимо, потому что эти кресты, они очень, можно их сопоставить с чем-то христианским. Хотя мы все прекрасно понимаем, да, что христианский крест, он сильно отличается от этого. На эти все, икона глаз, икона глаз, мы за тобой наблюдаем. Просто над каждой, над каждой иконой. На фреск. Переход по месту. Войско. Головные уборы интересные, чем-то римские напоминают. Ну, думаю, что нет все-таки. А тут какая-то битва. А, нет, не битва. Я пришел. Как интересно. А в глазу-то написано, чего? Что вам? Бог. Это ваш Бог. Говорят они. Очень. Очень интересно. Интересная версия. Но нет. Ну и тут та же самая. Бог. А вот это очень похоже на какое-то тронное место. Понятно, что засадили этот. Как будто бы здесь какой-то стоял трон содержителю этого-то. Николай Второй? Да, да, наверное, Николай Второй. На иконе. Ага. А что, он цветой? Житый, конечно. Застой. Ну, по многим версиям он жив остался. Никого там не убивали, на самом деле. Даже очень много по этому поводу исследователей потратили часов. И пришли к такому выводу даже очень многие, очень многие, скажем так, знаменитые исследователи пришли к этому выводу. Вот это вот здание для чего построено еще раз. Казанский кафедральный собор. Один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга. Построен на Невском проспекте в 1801-1811 годах архитектором Андреем Воронихиным для хранения чтимого списка чудотворной иконы Божьей Матери Казанцевой. Серьезно? Вот это построили для хранения иконы? Ааа, ужасы какие вообще. Все нам вообще такое втюхивают. Дичь просто в голову. За кого держат людей вообще. Вы посмотрите ворота, которые в ход. Просто они... Вот эти вот центральные, они, наверное, не 7. Они, наверное, метров 12 просто. Для какого роста людей их строят. Сюда, да. Короче, вот. Питер красив. И величественный. Это вообще... Тут-то хоть что крест делает. Вот даже близко на церковь не похоже ни на какую. Нет, скорячили. Где шпиль, там и крест. Просто потому что... Чтобы без лишних вопросов. Вот такое вот здание. Неподалеку от спасанной крови. Не знаю, что это. Заинтересовал орнамент. Уж не грифон ли это? Грифон, да? С крыльями, да? То есть грифон. Ну, ладно, там... Грифон... Лицо орла, да? Ну, тут непонятно, на самом деле. Тут у него нифига не львиное лицо. Скорее всего, это грифон. С клювом, да. Понятно, значит, кто строил. Великий творение Петра, кто на самом деле строил. Вот и все, вот и все. Все понятно. Вот прямо из окна у нас очень красивые такие архитектурные сооружения. А именно, осветительные, да? Приборы, если так можно говорить, столбы. Да. Ну, понятно, что сейчас уже тут... Ну, насколько они, конечно же, красивые, безумные, да? Протворение архитектора. Безумно красивые они. Но, как я понимаю, раньше они были закачаны газом, и, там, один десяток исследователей уже эти подтвердили. Оттуда, собственно, и мысль. И посредством именно, вот, которые, там, эксперименты Тесла проводил, они также и горели. Красивый Питер. То есть, горели, да, бесконтактно. То есть, никакие провода не нужны были, а просто газ светился при присутствии рядом атмосферной электроэнергии. Она добывалась с помощью шпиля, который их полный. Вот такие вот столбы освещения. Античные тоже. Аллейка очень красивая. И выходит прямиком на Казанский собор, который, по всей видимости, являлся приемником и неким распределителем, да? Там вот направлял эту энергию, которую принял атмосферную, эфирную. Так вот ее можно назвать. Ну и, соответственно, вот эти вот столбы, да, были наполнены газом. И этот газ начинал освещать улицу абсолютно бесплатным электроэнергией, даже не электроэнергии, как и атмосферной энергией. Посредством атмосферной энергии освещал улицу. Вот и все, вот и все. Никто никому не платит. Все бесплатно, но это невыгодно. Где ты, строитель всего шедевра? Хотя бы примерно, ну, знать бы кто ты, какого роста, если ворота вот такие вот. Причем вот этот тамбур, это явный новодел, да? Соответственно, если я не ошибаюсь, то это зимний дворец, да? И вот этот вот тамбур уже, утеплительное такое сооружение, явно был туда воткнут после того, как здание уже активно, скажем так, эксплуатировало. Вопрос в другом. Зачем и почему? Почему же люди раньше изначально при постройке не могли понимать, что, ну, будет как минимум холодно, да, зимой? Ведь, может, климат был другой, как многие. Придерживаются многие вот этой вот версии, да? Что гораздо теплее все было раньше. И вот, обратите внимание, вот эти вот гранитные блоки, это фундамент не то, что вот этого дворца, это фундамент всего Петербурга. Вот эти целиковые гранитные блоки, они просто сплошь и рядом. Каналы вымощены ими. Да куда ни плень, всюду они, даже поребрики, бордюры по-нашему, да? И то из цельных кусков гранита состоят. Так а что далеко ходить, пожалуйста? Пожалуйста. Гранит. Ну вот и все. Как его, плавили или что с ним делали? Почему так просто из него все выходило? Все легко и просто делалось. Если уж посмотреть тут на некоторые кладки, которые некоторые исследователи не так давно откопали, Джон Коннор, там, председателя СНТ, так я вообще был поражен. Мачо Крикчо отдыхает. И действительно ребята правильно говорят, зачем туда ехать, когда все под носом. Но, как известно, если что-то хочешь спрятать, положи это под носом. Тут так и есть. Ну вот посмотрите, какие ворота просто. Просто каких размеров эти ворота. Окна каких размеров. Это же просто. Я не знаю, на какой рост рассчитано было все. Ну и соответственно, конечно же, вот часть окон мы имеем вот в таком вот ныне варианте. Хотя вот очень хорошо видно, да? Верхний, нижний, верхний, нижний. Все понятно, да? Как минимум еще там метра два, а то и три под землей. Закопано. Где это вообще? Хоть малейший намек на какие-то проблемы, да, там, катаклизмы прошлого в истории. Где это вообще? Почему? Почему? Самый интересный вопрос. Почему об этом молчат? Что от нас скрывает? Что именно? С какой цели? А вот эти вот столбы, конечно же, были накачаны газом. И при помощи вот этой вот штуковины, которая собирала атмосферную электроэнергию, аккумулировала, наверное, или даже аккумулировали вот уже здания, которые рядышком расположены тут. Сейчас сложно судить. Но, тем не менее, по методу Тесла, да? Вот он. Вот он, стол Теслы, да? Вот эти емкости, наполненные газом, они, естественно, горят, светятся. И это все абсолютно бесплатно. Вот так фокус, не правда ли, ребята? Это просто, конечно, фундаментальные, монументальные сооружения, до которых нам, ну, еще как минимум, я не знаю, веков несколько развиваться, причем коллективными усилиями, без утайки технологий и так далее и тому подобное. Красотища. Гранитные блоки везде, просто под ногами. Облицовка ступеней, входов. Вот самый основной гранитный блок. Как, ребят, скажите мне, как? Какими руками, какой пытливый ум смог вообще даже спроектировать данные сооружения, а? Да. Ну, где ответы? Почему их нет? Почему так пришло в голову? Сейчас вот современное производство, там, из гранита, из камня, да, там, могильные плиты какие-то, да, сейчас могут производить там столешницу из гранита. Это стоит бешеных денег, ребят. Просто тут, я не знаю, сколько бюджетов российской империи на тот момент нужно было потратить, чтобы вот этот просто красивый столб поставить. Ну, просто очень нравится столб нам. Давайте всюду по всему Питеру поставим столбы. Идет такой величественный. Пусть будет. Вот так, да, думаете, это все было? Я вообще думаю, ааа, все из гранита просто. Все, эти блоки, они же, они же вот, ну, когда они разные подлиннее, там, в ширине, но высота у них, ширина, да, наверное, точнее быть идентичная. Просто. Что изображено? Солнышко, точнее сказать, погода не очень для съемки, но, наверное, можно разобрать. Фреско, опять же, из чего? Думается, что мне этот тот же камень. Ну, даже если это не камень, а металл, то сплав тоже, сплавить такую конструкцию я думаю, что на сегодняшний день безумно сложно. Если есть кто-то среди моих 34 подписчиков, кто больше меня осведомлен в этой области, прошу написать комментарий. Да, это металл уже. Это не камень. Александр Первый, памятник Александру Первому от Благодарной России. Тут даже в Питере голуби интеллигентные. Красавчик. Да. Убрал голову. Да. Ай, какой красивый. Красавчик. Красавчик. Так, ну и да, самое-то интересное, кто Александр Первый был таким интересным товарищем, что всевидящее око блещет над его постаментом. Под, точнее. А может быть, всевидящее око прежде имело другое значение? Может быть, это значение освещения, а некие паразитические силы просто-напросто, как обычно, исковеркали смысл этого символа? Может быть, и такое. Не мудрено. Можно налоги со свастикой провести, и тогда все вообще станет понятно, скобно, физическим символом. Да, да, ребятушки. Красавчик. Тища неописуемая, конечно. Конечно, может это немного глуповато с моей стороны покажется, но вот таких вот камней-то они где столько тысяч нашли? Просто где? Они, конечно, не такие симметричные, я даже сказал, асимметричные. Но, тем не менее, вот эта вот мозаика, она выложена из какого количества камней? Их откалывали от камня, что ли, от какого-то большого? Или же их где-то нашли столько, много-много тысяч штук и привезли сюда, чтобы тут было так красиво стало? Ну, не знаю. Тоже вопрос открытый. Если у кого есть версия, буду рад обсудить в комментариях. Красава, твоя девушка! Эта девушка, я бы не idea. Для сравнения, люди, просто из чего его заливали, как они сделали? Я не знаю, честно, дикость, дикость в плане нашей цивилизации, имею ввиду дико по сравнению с архитекторами и строителями того великолепия, которое мне сейчас удаётся из-за зрителя, конечно, и восторг и разочарование, если честно, ребята, я испытываю по этому поводу, потому что, ну как, кто отнял у нас великую цивилизацию, которая весь мир застроила вот подобными памятниками архитектуры, и как, и кто, и вопросов тысячи, а даже больше, но ответов по крупицам приходится собирать, по крупицам собирать мозаику, поэтому порой очень грустно бывает, если честно, как противостоять этим силам, которые до сих пор удерживают этот паралитический... Интересный ещё вопрос, вот прям очень для меня интересный, почему вот у этого человека, или кто он там, бог, я не знаю, почему, да, это именно римская символика. Ну, если понимать, что Рима вот этого древнего, такого уж древнего, каким его пытаются современные историки представить, не существовало, то, а этруски основали и построили весь Рим, то есть это же тогда получаются тоже этруски русские, да, соответственно, и чего? Что из этого следует? Вот это вот всё построили русские, да? Древняя ведическая цивилизация, единая по всему миру, это именно это значит. Вот такие вот мадамы ходят и думают, что они историю нашу как-то чтят, тем самым, на самом деле, конечно, все продажные, продажная дома. Да, монументальное сооружение, просто седевральное. Да просто не то слово, просто я не знаю, слов нет. Ребята, а, это Архангел Михаил, я так понимаю, на колеснице, да, крылья у него сзади, ну вот крылья вижу. Да, немного погодные условия. Не помню, я тоже как этот... А знаете почему не помните? Потому что неправда это всё. Когда ты чувствуешь, слышишь где-то правду, она у тебя остается и тебе не надо запоминать, ты ее просто знаешь. А когда заставляют в школах учить что-то, что не входит, это просто мозг отторгает, потому что настройки такие, скажем так, по умолчанию. А, ребята, а еще можно, я вам подскажу такую лайфхак, 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 от ПВЖ, это все очень просто, на самом деле, это мурашки, мурашки по телу. Очень хороший показатель достоверности. Свастика. Ну, не сама свастика, свастические узоры, да? Очень интересно, почему вот эта вся римская атрибутика в архитектуре так переплетена со свастическими узорами. Что бы это могло значить? А? Многоуважаемые официальные историки, пролейте-ка свет на мои вопросы. Их уйма уже у меня накопилось, и ответов прибавляется по чуть-чуть, по чуть-чуть, как бы хотелось все узнать, ребят. Ай-яй-яй, силует как хотелось бы. Ну просто, ну как? Как построили вот этот узор на потолке. Да еще и по кругу. Ай-яй. И таки характеристики, ну две давай снять. Все из гранита, просто целиковый кусок гранита, просто камушек, блок, блочек. А вы не знаете из чего сделан Эмономик? Извините, не подскажешь из чего сделан? Не знаете, да? Как я понимаю, это в реальный рост фигуры выполнен. А рост у них метров на 4 примерно. Гранит, гранит, гранит. Грызть гранит науки, да? Немножко по-другому можно посмотреть. Немножко иное можно услышать в этой фразе. Гранит науки грызть. А вот тут, я так понимаю, заправочные дверцы для заправки газа. Ну конечно сейчас здесь провода скоплены, которые кустарным способом подведены уже наверх. Ну видно, насколько разнятся технологии прошло и нынешко. Интересно, вот прям, ну видно, как сажены в землю эти двери. Они такие, ну немножко непропорциональные для вот всего здания. Соответственно, первый этаж, да, там на уровне лица у тебя окно. Идешь, заглядываешь, да, так думали, строили именно для этого, наверное, да, чтобы прохожим было видно, чем занимается тут. Кто тут сидела, элита какая-то, да, там дворяне, кто царская знать. Дабы их контролировать, да, наверное, для этого. Видно, да, даже вот и водка. Ну что это такое? Смешно-смешно, ребята, да, сейчас со стороны выглядит. Так даже вот эти вот двери на четыре головы, наверное, выше вот этой девушки. Вот дверь в этой. Видно, да? Ну и то при всем при этом, при всем при этом. Могу вам сказать, что скорее всего, на мой взгляд, они все-таки не на весь свой изначальный размер здесь выкопаны, откопаны. Ой, да, ой, да. Захватывает дух. Вот какая должна, какая чистота должна быть, чтобы вот такие вот швы тоненькие были. Ну, сюда, я не знаю, тут паска просто снята, а так я не знаю, что сюда может пролезть. Вот, вот здесь хорошо заметно. Просто какая чистота стыков. Как и здесь с любого, например, тела. И вот еще интересно. Окно, окно мне... Сначала окна мне, ну, почти вот ровно по колено. То есть, ну, явно, что закопано, понятно, дергало. Ну, и плохо видео передает, но гранитный сток уходит ненамного. Вот гранитная до основы, она ненамного уходит. В сантиметрах на 20. А 20 максимум на 30. Еще подземленный. Может, это после еще облицовка было сделано. Возможно, и такое. Но эти стыки вообще, конечно, поражают. Сейчас открыл сохраненные свои картинки с освещенными городами 19 века. Вот, с освещенными, естественно, посредством атмосферной электроэнергии. И там вот все эти столбы, они светились. Соответственно, гранит, я так понимаю, выбран был не случайно в качестве материала основного. Не знаю, интересно было бы такой эксперимент провести, как подвести напряжение. Ну, видимо, серьезное должно быть напряжение. И, конечно, быть может, он имеет такое свойство сиять. То есть атмосферная электроэнергия, не знаю, конечно, она, наверное, качественно отличается от той электроэнергии, которую мы сегодня имеем. Но, тем не менее, эксперимент был бы довольно-таки, наверное, интересным. Если представить, да, что в него ударяет молния, и он светится еще, да, какое-то время, задерживая заряд в себе, то, может быть, провести такой эксперимент каких-то, скажем так, домашних условий, лабораторных, быть может, было бы интересно попробовать. Тогда вот это вот все тоже должно было светиться. Щип. Разметка такая. Квадратная, причем разметка, если сверху посмотреть, как леса все вот разлинеены, да, на нашей земле. Тут только одинок выводу, что это был как приемник атмосферной электроэнергии. Соответственно, он же тут же и удерживал в себе эту энергию, создавая освещение. Светился. И наверняка он же передавал эту энергию на вот эти вот все статуи, которые также были приемниками, только уже от распределителя. Наверняка, вот так, скорее всего. И эти статуи, обратите внимание, расположены над колоннами, которые на всех картинках тоже съедятся. Так что, как-то так наверняка. Еще вчера интересная версия была, если я не ошибаюсь, у председателя СНТ на канале. Точнее сказать, не версия, а какая-то из его подписчиц, проанализировала корень слова «подвал». Который не использовали это слово, это не использовали до XIX века. Примерно, там, начало XIX, конец XVIII. Что-то такое, что я не ошибаюсь. А как известно, вал – это земляная насыпь. Так вот, подвал – это то, что находится под землей, под валом, под завалом. И вот, па-бам, подвал, подвал. Очень интересно. Очень интересно. Что, эта задумка архитектора, можно было бы это принять, да? Теоретически, ладно, любили люди, да. Чуть-чуть под землей находиться, жить, работать, не знаете, кто-то что делал. Ну, вот, то, что вот эта вот задумка архитектора – это уже маловероятно. То есть, соответственно, вот эта вот часть дороги поднимали. Поднимали вот к этому этажу, да. Ну, и, я так понимаю, прорубали вход новый. А, так а тут, наверное, прорубать-то особо ничего не нужно было, да? Тут просто расширили оконный проем. Переформатировали его под дверь. Так, что ли это было? Сейчас мы узнаем. Ну, вот такой вот оконный проем. Ну, конечно, да. И такой же еще один оконный проем. Только вот эти штучки, вот эти вот штуковинки подрезали. Подрезали. Здесь они выступают. Здесь они не выступают. Да, да. Ну, и, кстати, очень видно качество, да? ТТ, углы кривые. Вот там он все. Наискось. И дальше идет идеальная. Идеальная форма дачи. То есть, там, где они будут. А здесь уже новоделки. И вот какие-то отверстия почему-то. Что это такое? Ну, и вообще видно, конечно, да? Соответственно, качество. Такое вот уже даже близко к современному. Ну, хотя, наверняка, еще все равно на порядок выше. Но, тем не менее, уже выбивается из общей... Из общего качества. Ну, вот даже вот столб. Ибо вообще ничего, как и выше. Тут все идеально. А здесь... Не то пальто. Не дотягивали уже ресурсы, знания, умения, навыки. Ну, такие трещины вообще повсеместно. А это уже, как бы, скажем так, создавали иллюзию цоколя. Цокольного какого-то этажа. Ну, не этажа, даже фундамента. Хотели сделать красивым, подстать дворцу. Ну, увы и ах, ребята, время все на свои места расставило. Ну, что вот это вот за отверстия все-таки интересные? Может, это отливали, да, этот блок? С этим они связаны. Откуда ноги растут, возможно. Фонтаны, да? Тоже есть бытует расхожее обнение. А были ли фонтаны фонтанами? Ой, как красиво он, оказывается, сверху-то выглядит. Как крепость звезда, практически. Ну, некоторые из них. Как чакра. Не скажу сейчас, какая. Ну, примерно... Примерно похоже, по крайней мере, на какую-то из... Не помню точно. И опять же, все из гранита. Из гранита, и причем вот... Ну, это уже не просто прямоугольные там квадратные, да, какие-то блоки. Это, извините меня, уже очень даже интересные формы. Это очень даже интересная технология, опять же. Их производство было. То есть, ну... Ай-яй-яй-яй, какие стыки. Да? Посмотрите, и пошли. И все из гранита. Как? Что? Все же. Вопросы остаются те же. Атлетов по-прежнему практически нет. Ну, наобороты, конечно, от ничего стоят. На воротах, конечно, на новодел. На новодел.